Срезают деревья, исходя из нескольких причин. Помеха линиям электропередач, большая парусность дерева при ветреной погоде, слишком близкое расстояние к жилому дому и ещё ряд похожих ситуаций. Но просто так спиливать и жалко, и некрасиво. Выход нашли – срезать стволы, стараясь при этом не уничтожить насаждение и придать ему интересный вид. Вскоре во многих городах начали использовать такие срезки для создания необычного вида улицам и площадям. И по задумке это должно было выглядеть так. Как говорят иногда стрижка, обрезка – это сродни хирургическому вмешательству. То есть это живой организм. И получается, что проводить её нужно по всем правилам, аккуратно, чтобы дерево сохранить жизнь, чтобы оно не потеряло, соответственно, декоративный облик. Это, конечно, очень сложная обрезка, и, конечно, ею должны заниматься только специалисты. Разная высота, кривые спилы. По внешнему виду большинство деревьев не скажет, что над ними работали специалисты. О красоте точно можно забыть. Экологам продолжают поступать звонки возмущённых горожан, которые переживают за озеленение краевой столицы. Поступают, конечно, периодические звонки, потому что у нас повсеместная обрезка ведётся и в дворах, и в своё время на площади декабристов тоже была вся обрезка. То есть поступают, ну, по возможности, то есть мы как бы в рамках своего госзадания, мы, конечно, проводим консультацию. Единственное, что мы не можем не как-то повлиять на эти все процессы. Татьяна Ланшакова, устав смотреть на то, как умирают сотни деревьев, тоже решила хоть как-то повлиять на ситуацию. Но обращения в городскую администрацию никаких результатов не принесли. По всему городу, совершенно по всему городу вот эти спиленные деревья. И дело в том, что я считаю, что это совершенно незаконная, безграмотная обрезка тополей. Потому что сотни деревьев по всему городу погибли из-за такой неумной обрезки, да варварской, я бы сказала, обрезки тополей. По экологическим правилам срез диаметром более двух сантиметров должен пропитываться специальным раствором, чтобы дерево в дальнейшем не загнивало и в него не попадала никакая инфекция. Но посмотрев все стволы, видно, что они ничем не обработаны. Природоохранная прокуратура тоже держит руку на пульсе и следит за незаконным спиливанием деревьев. Ведь еще в июле 2015 года по решению суда было запрещено выпиливать зеленые насаждения на территории городского округа. В данном случае это касалось запрета на проведение топинга. Это такое глубокое кранирование зеленых насаждений, когда вся зеленая масса удаляется, остается только ствол. И по этому поводу данный вид обрезки был запрещен на территории города Читы. Это касается всех фактов, всех хозяйствующих субъектов, в том числе при проведении обрезки зеленых насаждений ДМРСУ по муниципальным контрактам, которые с ними заключает комитет городского хозяйства. Такое решение связано с многочисленными жалобами читинцев на ненадлежащее отношение к природе. Но тем не менее мы продолжаем наблюдать, как из года в год, особенно в отдаленных районах города, деревья либо исчезают совсем, либо приобретают далеко не сказочный вид.